В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день апреля с погоды. Сегодня в Карачаево-Черкесии состоится масштабная ярмарка вакансии. Ее можно посетить во Дворце культуры Черкесии. 26 работодателей станут участниками регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На ярмарке трудоустройства будут представлены вакансии в различных отраслях – промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, производстве и других. Посетителей ждет информационно-консультационная программа. Они получат возможность встретиться и пообщаться с широким кругом работодателей. А работодатели смогут выбрать специалистов из числа присутствующих, проинформировать наибольшее число граждан о новых вакансиях. Старшеклассники и посетители ярмарки трудоустройства будут проинформированы и об обучебной базе республики и о возможностях получения высшего и среднего профессионального образования, где готовят специалистов по наиболее востребованным в регионе профессиям. Впервые строки священного писания мусульман из Корана полностью переведены на один из самых сложных языков мира – абазинский. Работа заняла полтора года. Авторами выступили член Союза журналистов России Роза Пазова, переводчик с арабского языка Мурат Аджиев и редактор Аслан Кенджев. Объем книги на абазинском языке составил 612 страниц. Она вышла тиражом 400 экземпляров. Идейным вдохновителем и спонсором издания стал житель аула «Красный Восток» АОС Экзеков. Перевод осуществлен на основе выпущенного в 2003 году русскоязычного издания «Куран» «Перевод смыслов». В ходе работы над текстом авторы проделали исследовательскую работу в плане развития и сохранения родного языка. Так были найдены и собраны более 40 архаизмов из абазинского языка, которыми практически уже не пользовались в современной лексике. Данное издание рассчитано на широкий круг читателей. Когда мне Мурат сказал Аджиев, что нужно переводить на абазинский язык Коран, я обрадовалась. Для меня это была большая радость, потому что наш народ нуждается, не только наш народ, вообще современный мир нуждается в духовности. Человек, главное, должен быть духовным, а потом уже все остальное. И вот каждый день прочтение этого текста, продумывание каждого слова, каждого предложения по-другому осмысливается. И это чудесная книга, это конституция. Изначально Махцеки Рим начал переводить Коран. Но он, конечно, отличается от нашего перевода, сильный при том. Но он успел перевести небольшую часть этого Корана, буквально пару десятков листов. Коран имеет около трехсот листов. И он перевел немного. Но хотя он и немного перевел, люди очень читали. Я помню, когда я был маленьким, все читали его переводы. В первую очередь это рассчитано для религиозной молодежи, которая любит свой язык. И молодежь, которая хочет читать Коран на своем абазинском языке. И вторая категория – это старшее поколение. Старшее поколение, как правило, больше предпочитают на своем родном языке читать, чем на другом языке. Вот для этих двух категорий предназначен перевод Корана на абазинский язык. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ». Затем программы «Русская редакция» в 14.30 «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире.